Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Снова всплеск. В Самарской области выявили еще 117 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за все время пандемии в регионе зафиксировано 63 413 случаев новой опасной инфекции. Большинство, а это 60 537 жителей региона, выздоровели. Только за минувшие сутки выписано 103 пациента. Увы, но за все время наблюдений жертвами коронавируса стали 1737 наших земляков, в том числе 15 человек за прошедшие 24 часа. Со стены с потолка осыпается штукатурка, а пол периодически заливает водой. Протекает и крыша. С этими проблемами пытаются бороться жители дома номер 5, литер Б по улице Ленинская. Уже много лет люди пытаются добиться признания дома аварийным. Обо всем по порядку в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Вот затопляет из-под земель, вот здесь вот вода из-под земли. Каждый год во время таяния снега приходится запасаться тряпками, рассказывает Лидия Анатольевна. Ее квартира находится в полуподвальном помещении и по весне вода буквально заливает комнаты. Со стен из потолка осыпается штукатурка. Чтобы хоть как-то остановить разрушение, трещины постоянно приходится замазывать. Проблемы в доме и с кровлей. Штукатурка вот осыпается. Вот если вот посмотреть в кухню, там вот вообще все разрушено. Если в кухне, он отодвинутся эти столы. Ну в общем, вода льется в сене, прям вода льется. Вот когда дождь идет, проникает сквозь, несмотря на то, что крышу недавно ремонтировали. Неудивительно, дома уже более ста лет, а капитального ремонта здесь не было давно, жалуются люди. Здание, по их словам, просто рассыпается. Несмотря на это, дом не признают аварийным. А латать предлагают за свой счет. Все жильцы нашего дома, у нас всего пять семей, мы обратились с письменным заявлением в главе администрации Самарского района. Пришел ответ, что наш дом аварийным не признан. Мы знаем об этом, что он не признан. Мы просили признать его аварийным. И что нет каких-то средств для того, чтобы какую-то комиссию создать. И в общем, если желаете, если хотите, делайте за свой счет. Большинство жителей двухэтажки – пенсионеры. Заботу не хватает и без осыпающейся штукатурки. Туалет на улице, а воду приходится набирать на колонки, что с другой стороны улицы. Люди надеются, что на них обратят внимание и помогут решить проблему. К решению вопроса настоятельно просит подключиться районную администрацию. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. Самая ценная и полезная информация для потребителей в рубрике «Ваши деньги». Слово моей коллеги Екатерине Алексеевой. Российские банки собираются запустить специальный сервис для снятия денег с чужих карт. Новую услугу для клиентов коммерческих банков планируют запустить с будущего года. Так, владелец банковского счета сможет в мобильном приложении своего банка сгенерировать QR-код на получение определенной суммы в банкомате. Отправить его другому человеку, а тот, отсканировав код в любом ближайшем банкомате, забрать назначенную сумму денег. А теперь расскажем о том, как изменились цены на пилавках нашего города. Так, заметнее всего, подорожала морковь. В среднем на 1 рубль 63 копейки за килограмм. Капуста тоже стала дороже на 1 рубль за килограмм. Лук вырос в цене на 63 копейки, а вот яйца напротив скинули в цене на 1 рубль 31 копейку за десяток. Переписали ценники в сторону уменьшения и на помидоры на 4 рубля 24 копейки. Мы поинтересовались у жителей нашего города, заметили ли они изменения цен. Молочка, хлеб, морковь, овощи, фрукты. Практически все. Ну, основные вот на крупы, молоко, хлеб. На хлеб, на все сейчас на оценке вообще. А яйца вообще золотые. Овощи, скорее всего, быстрее дорожат. Овощи, фрукты. Продукт необходим, все они подорожали. Все продукты подорожали. Сахар, масло. Про овощи, фрукты вообще говорить очень сложно. У меня же на этом все. Берегите ваши деньги. В Самаре, в Софийском соборе, в День памяти святых жен Мироносец, состоялась божественная литургия. Этот праздник православные верующие отмечают во второе воскресенье после Пасхи. Соборное архиерейское богослужение прошло в рамках торжеств, посвященных 170-летию Самарской епархии и 70-летию управляющего Самарской митрополии митрополита Самарского Новокубышевского Сергия. Указом Святейшего Патриарха он был награжден орденом преподобного Серафима Саровского первой степени. В торжествах приняли участие все архиереи Самарской митрополии, а также митрополит Саратовский Игнатий, епископ Одинцовский Фома и епископ Касимовский Василий. Наши корреспонденты продолжат. Это один из главных церковных праздников. В третью неделю по Пасхе православные верующие чтят память Жон Мироносец. В этот день мы вновь вспоминаем страдания Спасителя, его распятия на кресте, а также тех, кто искренне любил Господа. День Святых Жон Мироносец – это праздник всех православных женщин. Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, это особенный воскресный пасхальный день. День Святых Жон Мироносец, преданных верных учениц Господа. В ночь воскресения Христа мироносецы спешили ко гробу, чтобы по восточному обычаю возлить благовонные ароматы на тело своего учителя. В то время как многие ученики Христа разбежались, опасаясь гонений, и сидели за закрытыми дверями, эти женщины преодолели страх перед грозящими им опасностями и, движимые любовью к Иисусу, отправились к его гробу. Даже несмотря на то, что вход туда был завален камнем, и иудейские начальники выставили стражу. Жон Мироносецом первым явился воскресший Иисус. От них и произошло пасхальное приветствие «Христос воскресе». Светлый праздник – это праздник не только выходного дня, но и праздник души. Как настроите? Замечательный. Сегодня праздничный день после пасхальной. Святых жодами на родной сосед, поэтому, конечно, я не могла быть не в храме. Для меня это важно. Для меня это большая честь моей жизни. Молитва, служба. И с тех пор, как открылся этот храм, я являюсь в прихожанку. Открытие собора в честь Софии при мудрости Божией в Самаре состоялось в сентябре 2018 года. Огромная заслуга в этом и главы Самарской митрополии Сергия. В этом году владыка отметил свое 70-летие. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси, епископ Фома передал поздравительный адрес митрополиту Сергию. Указом святейшего патриарха глава Самарской митрополии награжден орденом преподобного Серафима Саровского первой степени. К поздравлениям присоединился и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сердечно благодарю вас за ваше неустанное служение Богу, людям нашей родной земли. И для меня высокая честь вручить вам сегодня награду региональную за труд во благо земли и Самарской. По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма. Павел Бимаков, Дмитрий Лукин, СТВ. Колокольный звон разлился над Самарой по инициативе Самарского окружного казачьего общества. При поддержке Академии колокольного искусства с благословения митрополита Самарского и Новокуршевского Сергия в областной столице прошел четвертый российский фестиваль праздничных колокольных звонов и национальных культурных традиций. Иверский перезвон. Он был посвящен памяти протеерея отца Сергия Гусельникова. Участие в фестивале приняли более 20 звонарей. Наш корреспондент Павел Баймаков далее. Колокольный звон с территории Иверского монастыря разносится на много километров. Считается услышать его в праздник большой радости и хорошим переменам в жизни. Чтобы в совершенстве овладеть звонарским делом, нужно приложить немало усилий, рассказывает жительница Новокубышевска Светлана Гомурай. Уже почти год она является звонарем в одном из сельских храмов и старается повышать свой уровень. Самое главное, по ее словам, подходить к делу с любовью. Ведь колокольная музыка должна идти от сердца. Это непередаваемые чувства просто. Это надо, наверное, пробовать самим. Когда первый раз я сама подошла, да, у меня ничего не получалось, я очень нервничала. Но потом, конечно, душа полетела в рай. Наверное, туда куда-то. Хочется большего, большего и большего просто. Даже получается иногда так, что настроение свое передаешь колоколами. Колокольный звон – это многовековая традиция, неразрывно связанная с православной верой и культурой. Звонарное дело имеет историческую, высокодуховно-нравственную и эстетическую ценность. В нем сосредоточен колоссальный опыт десятков поколений, сформировавший уникальную русскую традицию. Колокольный звон – это голос церкви. Голос, который призывает потерявшегося, заблудившегося, что-то забывшего. Он зовет к свету, он зовет к истине, он зовет к правде, он зовет к Богу. Если человек откликается на этот голос, на голос молитвы, на зов молитвы, то он слышит Бога, двигается к нему. Открытый российский фестиваль праздничных колокольных звонов и национальных культурных традиций «Иверский перезвон» в Самаре проводят уже в четвертый раз. Он организован по инициативе Самарского колокольного центра и окружного казачьего общества. В этом году свое мастерство на колокольне смогли продемонстрировать 24 звонаря. В следующем году мы уже планируем расширять этот фестиваль. Звонарей специально приглашать российских, да, с других городов. И сделать более программу обширную, с творческими коллективами, с песнями, с народными, с танцами. И, возможно, еще проедем с этим фестивалем малыми звонарями по области. В этом году фестиваль посвящен памяти протеерея отца Сергия Гусельникова. Его не стало в сентябре прошлого года. Много лет он был священником Самарского окружного казачьего общества, в рамках сотрудничества с которым в этом году был проведен фестиваль «Иверские перезвоны». Одной из главных его целей – возрождение и развитие традиций православного колокольного звона в России. Дмитрий Павлов, Павел Баймаков, Дмитрий Лугин, СТВ. В регионе стартовала глобальная неделя безопасности дорожного движения. Международная акция проходит по инициативе ООН уже в шестой раз в этом году, с 17 по 24 мая. Главная цель – привлечь внимание общественности к проблемам аварийности с участием пешеходов. Кроме того, главный акцент на этот раз – снижение скоростного режима в городах и районах, в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. В областном управлении госавтоинспекции отмечают статистику. В регионе из года в год неутешительная. Для снижения количества ДТП проводится профилактическая работа. С 1 января по 16 мая на территории Самарской области зарегистрировалось 159 дорожных происшествий с пострадавшими. В этих ДТП у нас 1094 человека получили ранения и 93 человека погибло. Мы имеем снижение по количеству дорожных происшествий на 18%, по количеству раненых на 19% и количество погибших у нас на уровне прошлого года. Я хочу заметить, что в первый квартал мы имели рост по числу погибших на 16%. Я хочу также пояснить, что во многом мы выросли по погибшим в первом квартале за счет двух ДТП, которые у нас имели место быть в области. Это, напомню, Январь, Сызранский район, ДТП в частности автобуса, в котором одновременно погибло 12 человек, и Красноярский район на 8 марта, когда 7 человек одновременно также погибло в ДТП. 20 мая запланировано мероприятие на набережной реки Волга, где жителям Самарской области обычно предложат записать видеообращение к автолюбителям, к тем, кто управляет автотранспортными средствами, с призывом обращать особое внимание на пешеходов, в том числе на детей, для того, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения. На задержание мужчины, подозреваемого в убийстве, передача в суд дела по факту изготовления контрафактного алкоголя и ДТП с пострадавшими в Куйбышевском районе. Обо всем по порядку. Во взоре происшествий. Два человека пострадали в результате ДТП в Куйбышевском районе Самары. Авария произошла около 11 утра 15 мая на улице Утевской. По данным ГИБДД, 44-летний водитель грузовика превысил скорость, не справился с управлением и протаранил стоящий на обочине кроссовер, который от удара врезался в стоящий впереди грузовик. Досталось и легковушке, которая стояла перед ним. В результате аварии кузов кроссовера сильно деформировался. Две женщины, это водитель и пассажирка, получили травмы. Их доставили в больницу. В суд передано уголовное дело по факту изготовления контрафактного алкоголя. 17 тысяч бутылок изъяли полицейские в Сызране. Производство располагалось в двух складских помещениях, расположенных на улицах Хвалынская и Жуково. Там производилось несколько сортов фальсифицированных водки и коньяка. При этом использовались поддельная брендовая упаковка и этикетки, которые придавали товару вид продукции известных производителей. В ближайшее время дело рассмотрят в суде. В Красноярском районе задержан мужчина, которого подозревают в убийстве своей знакомой. Преступление было совершено в апреле этого года. По данным следствия, в ходе распития спиртных напитков на почте личных неприязанных отношений между оппонентами возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанёс женщине множественный удар ножом. После этого злоумышленник спрятал тело на территории зернотока, находящегося в одном из фермерских хозяй Сергеевского района. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В Самаре завершился всероссийский хоккейный турнир на Кубок Владислава Третьяка. В этом году за победу боролись 10 юношеских команд. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Самары и даже из Владивостока. Соревнования проходили в течение 7 дней. Кому улыбнулась удача и кто забрал главную награду? Наш корреспондент Екатерина Алексеева. На льду юные ребята 12 лет. Для многих этот турнир по сути стартовая площадка в профессиональный хоккей. В каждом матче ребята выкладываются по максимуму. Капитан питерской команды СКА «Серебряные львы» Алдияр Хамедуллин в хоккее уже 7 лет. Говорит, главная мечта – попасть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. А пока небольшая, но важная победа. Третье место во всероссийском турнире. Мне очень понравилось, потому что у меня в жизни такого турнира не было, потому что здесь уже как бы все по-взрослому. В целом турнир очень классный. Очень много эмоций, игры все серьезные, большой накал. Ребята все как один отмечают. Было не просто эмоционально, но безумно интересно. А тем, кто в этот раз остался без медалей, есть стимул вернуться сюда через год. Мы на все игры настраивались. К сожалению, мы на последней игре противника недооценили. Вот и проиграли. Какое место? Взяли четвертое место. Ну, могли и лучше себя показать. Для нас это очень интересно было, но мы немного расстроились. Впервые Кубок Владислава Третьяка в регионе прошел в 2008 году. Не с тех пор турнир ежегодно проходит на Самарской земле. В этом году за главный приз боролись 10 команд из разных уголков России. На таких турнирах и как раз вырастают будущие чемпионы. Именно здесь мы черпаем наших ведущих игроков, которые в дальнейшем уже будут настоящими профессионалами, защищать на спортивных аренах. Честь нашей Родины. В этом году главный приз уехал в столицу на первом месте ЦСКА из Москвы. Серебро взяли ребята из команды «Атлант» «Мытищи». И замыкают тройку лидеров СКА «Серебряные львы» из Санкт-Петербурга. Екатер Алексеев, Олег Галочкин, СТВ. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте. gslimansky.ru Смотрите наши новости на YouTube-канале, на ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok